В Алматы задержали известного городского депутата и блогера, у которого полтора миллиона подписчиков. Кайрату Кудайбергену вменяют организацию январских беспорядков на пару с криминальным авторитетом Диким Арманом. Якобы оба собирали людей, разделяли их на ячейки, которые бесчинствовали в городе. Семья депутата уже заявила, что это какая-то ошибка и требует немедленно освободить Кудайбергена. Виктория Савельева о громком деле. Задержание депутата, блогера и бизнесмена в одном лице произошло еще накануне днем. Но объяснение городская прокуратура дала только сегодня утром. Кайрату Кудайбергена подозревают в организации январских беспорядков, причем на пару с известным криминальным авторитетом. Предварительным расследованием установлено, что Кайрату Кудайберген вместе с Арманом Джумагирдиевым организовал сбор людей в гостинице «Казахстан». Призывал объединиться вокруг Джумагирдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Кроме того, он развил людей по ячейкам и дал указание повязать белые повязки на руках, как отличительный признак их в группировке. Прокуроры ссылаются на видео, где Кудайберген и Джумагирдиев вместе сидят на одном диване и что-то активно обсуждают. Они же вдвоем выступали перед митингующими на ступенях Экимата Алматы. Дикий он же Арман Джумагирдиев по схожим обвинениям был задержан еще в январе. Депутатом Кайрат Кудайберген является уже 4 года. Как блогер у него почти полтора миллиона подписчиков стал популярен, пожалуй, во время пандемии, когда активно помогал со сборами лекарств и продуктов. Заболев сам, со слезами на глазах призывал людей беречь себя. Может, контактировал с людьми во время раздачи. Может, подхватил болезнь, не факт, что это коронавирус. Но сейчас мне очень плохо. Подвигите себя. Но уберечь себя от громких обвинений Кудайбергена не получилось. После январских беспорядков его вызывали в прокуратуру. Правда, тогда он сообщил, что проходит по делу в качестве свидетеля. У меня нет никакого конфликта с властью. Это просто допрос в качестве свидетеля. А сегодня мать депутата заявила, ее сын невиновен. В те январские дни он якобы, напротив, помогал государству. Дикого Армана, по ее словам, Кайрат раньше не знал и встретил его случайно на площади во время беспорядков. Дикого Армана он первый раз увидел на площади. До этого он не был знаком. Если бы он был с ним знаком, это бы шило бы в мешке, не утаили. Это бы давно вышло бы наружу. Он его увидел впервые на площади. Я считаю, что если Дикий Арман был тоже на тот момент за народ, то это не вина Кайрата. Почему-то избрали моего сына крайним. Я считаю, что это неправильно. Я требую, чтобы его отпустили. Кайрат Кудеберген сейчас находится в следственном изоляторе. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.